всем привет меня зовут аркадий клеманов я владелец торговой марки свитбинс и одноименных кофеен с обжаркой в краснодаре и брать слава вот сюда славкин приехал четыре года назад с целью бизнеса с или открытия свитбинс в европе его отделение и продолжать заниматься своим любимым делом который мы занимаемся 2005 года уже профессионально сейчас брать славе на данный момент у нас две кофейни в центре города одна маленькая эспрессо бар и 1 вот именно это где мы сейчас находимся это кофейня на обходной это так называно роастерия где жарится кофе продается кофе в пачках зерне и готовится на кофе-машине соединенный бизнес кофейня с обжаркой это достаточно уже популярно новое направление которое возникло достаточно недавно потому что появилась возможность покупать на машины для обжарки кофе небольшого размера машины для обжарки кофе которые не выделяют каких-то газов испарений выхлопа нет на самом деле мы используем на сто процентов оба направления бизнеса это и продажа напитков и на продажа зерна на полке и создание каких-то оптовых контактов с бизнесом которые в словакии за пределами и но в россии соответственно у нас все то же самое точно также работает на кофе можно заработать всегда и везде вообще то есть это на такой уникальный продукт который в умелых руках может приносить хорошую прибыль и может приносить деньги конечно же это бизнес можно заработать как кто-то сказал что первое что откроют на марсе когда сбоил он приземлиться это не завод tesla это кофейня вот людям нужно всегда где пить кофе нужно место специально где пить кофе эту точку зрения разделяет уже многие мои друзья которые занимаются гастро здесь братиславе то есть это самоуверенность самое главное что что подводит наверное наших ребят наших предпринимателей которые приезжают то есть они думают видят что у них в их стране все все просто все по получается с пол пинка то здесь словаки так это не работает мне кажется не могу говорить за сестры на европу мне кажется что и ко всей и в остальной европе это тоже применимо поэтому это самоуверенность нам крайне мешает но с другой стороны наши амбиции и желание победить делают свое дело и мы делаем это немножко просто быстрее вот мы допустим открыли свои кофейни вообще случайно на самом деле это отдельная история вот но сделали мы это очень быстро самом деле мы по моему полгода мы здесь пожили уже я уже мы уже приехали смысле открыть что-то но как там очень быстро это сделали и слишком быстро наверно нужно было все-таки узнать если возвращаться назад то я бы скорее всего может быть даже повременил бы с какими-то своими решениями вот оставил бы для себя чуть больше времени на раздумья как как это лучше сделать как это как лучше инвестировать как лучше потратить свои деньги в зависимости какой человек какой бизнес может эта франшиза которая известна очень сильно везде то наверное да но если вы хотите заниматься про бизнесом то в первую очередь сначала рассмотрите франшиза потом уже знаю склад наш ума наших людей то я бы блин я бы посоветовал все-таки франшизы которые известны здесь и пробы уже с ними разговаривать знаю это дорого знаю там нереальные условия но тем не менее по поводу культур попаду кофейной культуры я хочу сказать следующее что несомненно в наших странах вы имеют в россии украина белоруссию и наде сомненно на разница много намного больше намного сильнее намного качественнее намного интереснее вот даже тот факт что наши ребята из россии стали лучшими обжарщиками в мире два года подряд говорит о том что у нас очень серьезно школа серьезно база и реально люди относятся к его и своей профессии очень профессионально и они самое главное что ребята достигать мировых мировых высот в рамках своей компании где не работают это очень круто поэтому я за них всегда радуюсь и то же самое там в украинские чемпионы мира у нас тоже есть по джезве например у нас очень круто все развито очень очень круто и к словакия очень сильно проигрывает в количестве кофеин в качестве кофеин практически во многом что касается именно кофейной культуры кофейной индустрии и и здесь очень мало самого начала мы проводили так называемые паблика пинги это публичные регустации кофе когда может прийти любой записаться любой человек прийти из абсолютно бесплатно перепробовать кучу сортов вот таким образом формируется так называться сенсор experience то есть вкусовой опыт человека который пробует кофе и соответственно с течением времени ты уже начнешь различать различные сорта страны произрастания по кислотности по горечи по по профайлу чашки ты можешь понять какая обработка была у зерна натуральному это либо хани либо еще какая-то экспериментально например ферментации различные на и рова на аэробные ферментации аэробные различные такие вещи вот и об этом разбираются обычные люди и в словакии у нас их достаточно таких людей которые в этом уже начали разбираться в частности благодаря тоже на потому что мы это все делали регулярные люди могли приходить и многие с нами остались до 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 сих пор нам помогают и помогать пережить эту пандемию советую всем друзьям то есть у нас все продажи мы отслеживали допустим откуда люди к нам приходят новые и я думаю что 90 процентов случаев это было сарафан на радио это близки близкому советуют чтобы что пить и потом социальные сети давно социальные сети здесь в словакии вообще не развито очень мало вот то что то что нам тоже как бы мешает в основу это фейсбук в платформа инстаграм очень мало очень слабо и поэтому как бы в любом случае мы пытаемся и я думаю что словакия к этому тоже придет когда это все выравнится будет до достаточно высоком уровне в русскоязычных у нас нет такого большого прям количество есть очень много ребят классные которые приходят покупают очень кофе и и на каждый день на многие основе приходит попить кофе и пообщаться с бариста с нашими со мной вот есть такие люди ну конечно же мы больше ориентируемся на местную публику мы хотим взрывать сердца местного комьюнити а потом уже идти дальше за пределы словакии в европу 1 первая цель и мы думаю что может не приближаемся что уже у нас достать достаточно большой пул клиентов которые прям нас любят нас фандят и прям говорят ребята давайте вперед спасибо что вы делаете покупают специально больше кофе либо чаще приходит вот но самое интересное что мы никогда не мне не запускали не краудфандинг не просили их как остальные дайте нам денег мы вот-вот закроемся вот поэтому в основном да это местные ребята не до переезда вообще не были словаки никогда не думали просто смотрели google maps гуляли что-то по каким-то google earth гуляли по улице смотрели вроде так ничего но но как бы да не были приехали посмотрели да вроде норм очень похоже как будто ты в детстве возвращаешься каждый раз когда хочешь магазин за по добротки по если это жалко так это вообще то есть глубь зайти так там вообще как будто бы ничего никуда ты не уезжал в принципе ну словакию как страну мы принципе не выбирали мы выбирали в первую очередь город то пространство где мы будем жить семьей и поэтому как бы для братислава нам показалось очень как и многим наверное показалось очень привлекательно в плане географического положения краснодарской погоды очень похоже на нее по крайней мере близость австрии вот и возможность путешествовать поэтому как бы иной плюс то столица то что у нас то оказалось столица словаки это огромный плюс в первую очередь мы конечно же смотрели именно какой город воду до словаки мы очень много пожили в европе мы жили в лондоне больше двух лет мы пожили успели пожить и болгарии мы стали пожить и хорватия успел и поработать и пожить вот поэтому нас было чем сравнить мы знали что куда мы едем и знали что такое но ты никогда не может быть уверен в том что тебя ждет на самом деле поэтому на тот момент словаки бы предлагала очень классные варианты по поводу получения внж был очень классный способ получить через студенчество что чем многие пользовались в то время вот и да и внж давали туда на два года ходили на записывались на государственные курсы за какие-то смешные деньги и ходили туда три с половиной дня в месяц я ходил как бы два два раза в неделю очень старался не пропускать потому что языки для меня это как бы интересовался эта тема с детства поэтому как бы для меня было важно выучить язык чем чем быстрее тем лучше через студенчество тогда было самый удобный вариант самый быстрый самый простой поэтому ты убивал как бы двух зайцев ты ты язык учил и ты как бы получал легальное основание находиться в стране и проживать здесь заниматься какими-то делами готовиться к предпринимательству что принципе я и делал потом поменяли статус на предпринимательские все и по и пошли поехали вообще было не вообще было несложно как был как вы все как многие знают стране огромная армия помогаторов так называемых в кавычках между слова не очень нравится есть нам повезло у нас нам нам помогала классная женщина и девушка и поэтому как бы с ней было все очень просто все люди все профессионально все было легко и как бы не было никаких каких-то таких особых единственно что мы на тот момент были наверное очень богатые я такой человек что я лучше заплачу один раз и не это классно сделать правда что существует риск нарваться на неприятности как бы на не совсем честных людей лучше да мне кажется когда ты особо новичок а если ты еще никогда в европе не жил не знаешь с чем столкнуться и ну как бы да мне кажется лучше иметь такого человека который вам поможет пройти первую климатизацию первые полгода здесь которому можно спросить что-то советливо перевод либо поехать куда-то там документы и так далее да даже просто на почту тоже то что словакия одна из тех стран где очень мало говорят по-английски и в том числе на почте у нас семья этим не занимался за всеми документами занимается супруга поэтому как бы мне это я туда не лез я даже не знаю сколько в чок скос стоит и сколько мы на все это потратили но я так думаю что я так думаю что да наверное нужно считать и всегда как правило говорят нужно умножать на 2 но тут не совсем прям для них не думал что здесь так супер дорого какие-то тут какие-то условиях нужно инвестировать либо купить там какой-то космический дворец чтобы получить основание для внж там за 250 тысяч евро вот здесь все дома он довольно таки проще мне кажется до сих пор чем в остальной европе блин у меня с языками вообще не было проблем с детства я увлекаюсь языками увлекался с детства и поэтому как бы для меня это никакой нет проблем тем более после универа сразу же мы уехали в лондон и я в лондоне понял что я нихрена не знаю английский вот как оказалось но и мне понадобилось очень мало времени чтобы я вник в суть акцента суть суть вот это проглатывали всех окончания английский акцент ударение ну короче вот для меня это никогда не было проблем никакой язык поэтому я также был жил когда-то у родственников польши что мы там прожили месяца три и через три месяца я уже все понимал и большую часть мог уже сказать что хотел сказать вот поэтому я думал что словацкий язык тоже самое близко тоже польскому и ну и вообще в хорватии было все то же самое то есть у меня почему-то не такой проблемы мне наверно повезло просто от папы мне это передалось и как бы да но цель всегда должна быть вы должны понимать чтобы если вы хотите быстро симулироваться вы должны изучать язык если у вас вообще тяжело это дается вы я допустим всегда советую всем просто держать телевизор всегда включенным чтобы телевизор всегда что-то говорил на том языке который вы хотите изучить да тяжело сначала не но потом вы сами не заметьте как вы начинаете начнете разбирать уже слова вы начнет первое что вы начинаете делать а вы услышите просто слова а потом уже начинаете слова уже понимать вот сначала вообще ничего не понимаете нигде слова значит начинается где она заканчивается так далее поэтому уже к языку привыкнуть и все и нужно его учить и смотрите такие школы где больше внимания уделяют именно общению говорению меньше грамматики потому что все равно все ты все не будешь в языке использовать все что написано в книжке особенно на первом этапе конечно обязательно если вы хотите ассимилироваться вы должны учить этот язык вам просто не потому что вы должны это учить а просто потому что вы облегчите себе старт вы облегчите себе потом дальнейшую жизнь просто здесь если вдруг вам понравится жить в этой стране вот поэтому чем быстрее вы постигнете все все основы этого языка то тем в чем будет вам проще веселей и доступнее будут всякие различные моменты ну мы в общем так как мы люди открыты и за сам на самом деле мы работаем в индустрии гостеприимства поэтому для нас нет такой проблемы познакомиться с людьми хоть со словаками хоть у меня были друзья здесь американцы и англичане и ирландцы кого только не было которые именно живут здесь брать славе был даже такой райан правда иммигрировал в грузию джорджию то есть не встать джорджа в грузию грузию ему начинается со стороны и он там занимается фотографии у него кофейня даже что он слепу маленького он жил здесь на обходной по соседу с нашей кофе вот появились конечно и словацкие знакомые очень хорошие то есть но это из числа тех людей которые постоянно приходили в кофейню посещали мои смены вообще мы здесь просто встречались за чашкой кофе на на публичных капинга который мы проводили каждое воскресенье я проводил вот поэтому знакомых достаточно очень много мне словаков русскоязычных и из других стран тоже я не люблю все эти стереотипы то что говорят о людях а нациях язык вообще обо чем-либо то есть люди все разные и есть хорошие люди есть обычные люди есть вообще супер люди есть там не очень люди но который тебе не подходит может по энергетике еще как-то но на самом деле словаки они конечно же будет отличаться у них другой культурный код у них у них другого не знаю друг друга прошло другое настоящее они думают о другом будущем чем ты поэтому как бы естественно они будут они немножко отличаются но общий язык с ними находится достаточно легко ты интересный человек если тебе есть о чем рассказать то мне кажется тут уже нет никакой разницы какой-то национальности что в россии было тяжело что слова какие было тяжело и есть тяжело вести бизнес это нелегкая как бы задача многие думают что это какая-то своего рода свобода нет но ты всегда себя всего всего себя посвящаешь своему делу но нам опять же повезло что мы занимаемся своим любимым делом и мы мы посвящаем все свое время кофе даже если мы не занимаемся не думал о бизнесе мы все равно заваривай кофе дома мы все равно участвую в развитии своей компании всегда то есть это мне кажется процесс нон-стоп вот касаемо открытия документов и того и и всего остального но не было как-то супер проще тяжело было в том плане что ты не знаешь языка в россии проще потому что там все говорят по-русски здесь ты приходишь никто не говорит по-русски удивительно допустим персоналом первым первая команда словаков мы разговаривали по-английски вот вероника так себе у нас которая с нами сейчас осталось моя правая рука спасибо огромное кстати вот она так себе знает английский поэтому было тяжело общаться вот поэтому основная сложность было это и найти персонал потому что словакия имеет ограниченный ресурс человеческий вот не каждый пойдет работать к иностранцу вас будет проверять спрашивать кто вы откуда нам повезло она знала уже индустрия даже до моего приезда суда нас знали уже запрещено знали да приду за пределами россии вот нас мы когда мы уже приехали уже здесь знали знали наш продукт ну и пробовали его неоднократно наши зерна вот и как бы ребята уже об этом знали у нас была очень хорошая репутация нам доверились и к нам первая наша команда до пандемии было прям супер топ одни из лучших бариста страны чемпионы и люди которые реально разбираются в кофе вот с одним мальчиком с маршем мы выиграли в позапрошлом году второе место в каптейстинге это дегустация кофе на чемпионат словакии вот нам немножко не хватило что мы поехали на чемпионат мира чтобы занять первое место вот ничего страшного на следующий год мы там что-то вообще провалились но неважно это всегда соревнование это борьба но тем не менее мы всегда участвовали и участвуем в активно в кофейной жизни этой страны не между словаки это случилось пандемии потому что в словакии первое время кстати возвращаясь к слову тяжело было тяжело разобраться мне почему-то не знаю я так тупил жестко это системой трудовой системы словакии то есть кто такие бригадники кто такие т.п. чикари кто такие до года ну для меня что бы это был какой-то темный лес и и как бы я что-то прям вообще потому что слова в россии я привык что этим занимаются отдельный менеджер либо там бухгалтер либо еще кто-то но не я то есть как устроить сотрудников как контракт договор подписать и так далее я что-то вообще ничего не понял и на самом деле первая команда которая пришла к нам они все были устроены на т.п. так называемый то есть ты рвал и процессовный помер и они все получают получали официальную зарплату мы платили всего это налоги они у них почему-то были рабочие часы не себя поставили как как будто бы они в офисе работают они пусть в индустрии гостеприимства я как бы не против всего этого но можно было чуть по-другому это сделать чтобы старт был более легкий все опять же зависит от человека то есть но касательно нас опять же не могу за всех говорить у нас активная стойка нашего бориса которые работали здесь никогда в жизни не работали с активной стойкой они все были борис то с опытом известные бористы но никогда не работали с активной стойкой только через официантов это большая разница то есть когда ты рабочих я candles только это они не ожидают что им нужно улыбаться они научены того что нужно убываться гостям они научены тому что вы 我也 лицо компании что или топит они первые кого видят гость который заходит кофейню то есть они всегда даже презентабельно выглядит за должны поздравить поздравить господи послать сказать поприветствовать гостя и но и все вот эти базовые моменты базовые навыки которыми обладает в любой мне кажется баристов в россии или в украине тут это это нужно улучшить люди один вообще персонала словаки это прям боль это это прям то что чего я не ожидал допустим за эти последние четыре года пока существует кофейне то отсюда уехали практически все топовые люди в индустрии другие страны будь то норвегия чехия соседние австрии так далее молодежь бежит из страны и это очень сильно мешает искать новых и прям прям руки опускается потому что ну реально здесь выбирать а я не ского вот в счастье более индустрия встала и я знаю многие наши у нас очень много друзей бариста всяких разных знакомых бариста и есть один чувак смешной он давно уже бариста работает но реально под пришел поменять профессию потому что не знаю финансовые какие-то доводы у него еще какие-то может просто устал он стал грабовщиком это очень смешно мы с него угораем прям вообще реально уходил на курсом ходил читал литературу какую-то мне рассказывал тут приходил когда на кофе вот и он ходил на собеседование вы взяли и он реально сейчас подрабатывают учеником гробовщика и к выкапывает ямы то есть это но реально это такой прикол и много таких таких ребят которые меняют профессию либо еще вообще какую-то другую вот за четыре года все уехать даже кто-то даже свои доли в кофейник продает уезжает как бы в чехии вот и как бы это грусть печаль но блин что делать поэтому у нас ребята работает мы решили обратить внимание на наших студентов ребят русскоязычных вот наконец-таки господи к нам пришли классные ребята студентки из украины и они очень клево мы их обожаем просто не знают как работать с ними нужно долго рассказывать и говорить им что делать столько лет здесь провести так столько много вложить потратить сил энергии и получить в ее в обратном направлении конечно навсегда или не навсегда если ты имеешь ввиду остаться здесь жить то это это еще вопрос но на самом деле это вопрос будущего которое мне кажется для любого европейца неопределим никто не знает что здесь будет на самом деле с такой пандемии то что они тут устроили конечно очень тяжело сказать я уже точно не знаю если когда если бы ты меня год назад спросил бы я тебе наверное бы ответил бы что там до развивать бизнес дальше там соседние страны а так мы сидим от мух ловим на самом деле чем чё чё делать думаем о будущем словаки классный stepping stone для любого стартапа думаю это очень классный вариант приехать здесь акклиматизироваться посмотреть чем живет европа как они думают какие здесь правила потому что в любом случае более или менее в каждой стране европейской здесь одни и те же правила одни и те же ценности поэтому как бы как бы я не вижу причин почему нет не приезжать почему здесь не не жить какое-то время и почему же здесь не остаться но мы так люди то свободны мы в праве себе выбирать любой место жительства поэтому мне бы очень хотелось бы когда закончится весь этот бедлан с коронавирусом с коронакризисом поехать еще дальше посмотреть места выбрать себе место для старости вот и посмотреть что еще есть а я был уже много где но много где не был поэтому хочется конечно же посмотреть и я не думаю что это окончательный наш выбор что мы хотим тут остаться словаки потому что все таки для меня оказалось это очень слишком дорогой страной которая не может предложить за эти деньги достаточно условий так скажем то есть мало моим мест интереса дороги дорого здесь жить дорога из на недвижимости мало мало возможностей для бизнеса можно так сказать то есть судя по тому как мы развиваемся это очень медленно мне это не очень сильно устраивает вот мне хотелось бы что все это было быстрее и веселее вот я туда поехал да конечно я бы я бы я сюда поехал бы потому что но опять же это это был самый быстрый вариант в европе плюс их благосклонность к русской культуре и как бы они ее знают принципе многие даже говорят по-русски мало конечно но говорят либо по крайней мере пытается понять поэтому как бы все вот эти вот моменты это самый главный наверно момент это языковой барьер который пугает во всех новоиспеченных мигрантов либо людей которые вообще который ты спросишь слушай ты хотел бы куда-нибудь поехать пожить не как бы все готово язык а как же этом это магазин схожу то есть понимаю что все эти моменты как бы людей пугает а здесь словаки она предлагает такую возможность чтобы принципе если нужно не тебя поймут поэтому наверное да наверное бы приехал бы наверно ну ты 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 Продолжение следует...